Привет, мои хорошие! С вами Светлана. У нас с вами распаковка еще одного заказа Фоберлик. Здесь 8 килограмм счастья. Сейчас расскажу, что к чему. Много интересных позиций. Итак, поехали! Открываю, как всегда, вместе с вами. Без меня его никто не открывает. И вот так тут все упаковано. Очень тяжелый заказ. 8 килограмм. Давайте по порядку. С вами была очень крутая акция по бытовой химии. Прекрасные цены, шикарные цены. Такие же, как до подорожания всего этого. Поэтому, мне кажется, только ленивый не сделал заказ. Потому что все было очень дешево, очень круто. Поэтому, да, я набрала много из того, что мне нужно. Но тоннами не хапала, естественно. Я так не люблю. Будут еще акции. Фоберлик в последнее время ими балует и радует. Я показываю, что взяла. Взяла мой еще универсальное средство. Вот это. Беру уже вот третий раз. Девчонки, я от него в восторге. Артикул 307.00. Это недавние новинки. Которые здесь пробиотический комплекс. Можно мыть все. Полы, кстати, я не пробовала еще. Стены, ванную комнату тоже не пробовала. Мне очень нравится, девчонки, мыть раковину. Хромированную. Хромированные вещи. Ванну надо, кстати, тоже попробовать. И плиту. Отмывает все изумительно. Отмывает на раз, два, три. Вообще все прекрасно в этом плане. И дольше как-то вот она раковина, хромированная. Она дольше чистая. Здесь заявлена такая функция, да, что чистота будет дольше. Вот такой вот прозрачный, прозрачный гель. Достаточно жидкий. Практически не имеет запаха. Еле уловимая какая-то отдушка. Ни химозная, ни парфюмерная. Просто какая-то обычная. Ничего не неприятного в ней нет. Ни супер классного. Бережное очищение. Здоровый микробион дома. Очень нравится. Вот кто не пробовал, прям рекомендую. Так, дальше взяла кондиционер. Органу, потому что он тоже участвовал в этой акции. Артикул 118.54. Цена была вкусная, классная. Кондиционер крутой. Это, знаете, такой запах люксового парфюма. Причем классного, такого древесного, вкусного, замечательного. Он не сильно мягким делает белье. Есть кондиционеры в этом плане лучше. Допустим, сенситив и детский. Но оно, тем не менее, все равно мягкое. И мне очень нравится аромат на выходе. Очень нравится аромат на выходе из белья. Вот этот аромат, он на всю квартиру, поэтому люблю. Кстати, в этой же распродаже была вот такая тарелка. И я поняла, что мне такое надо. Что я буду тут хранить? Да все, что угодно. Да, осталась какая-то еда, мяско, даже фрукты порезанные. Ну вот арбуз тот же самый, дыньку сложил и хранил. Она, кстати, большая. Я думала, она меньше. Это тарелочка такая. Сейчас все с вами распечатаем. Вот этикетка. Так, тарелка для хранения. Размер, материал полипропилен. Артикул 910-001. Да. Вот всю информацию, кому интересно, показываю. Пошуршу. Очень красивая. Тут картиночка такая внутри. Хочется вот так ее где-нибудь и поставить, как картину девчонки на кухне. Так, как она у нас с вами открывается? Наверное, вот так, да. Слушайте, вот так. Ай, вот они. Эти штучки сюда задеваются. Так. Картинка прям красивая, фаберликом, да? Мы сюда что-то кладем. А здесь такая достаточно плотная пищевая пленка. Кстати, немножко покоцанная. Или это я ее сейчас покоцала? Нет, не могла. Я надеюсь, что все это дело будет держаться и держать большой объем. Что мы сюда можем положить, проверить? А вот так. Слушайте, они вот так. Вот так нельзя, интересно, закрыть? Можно. Нет, так не закроется. Слушайте, нет, так не закроется. Вот эти штучки, они не рассчитаны на это. Вот с этого закрывается, фиксируется. С этого нет. Поэтому здесь большой объем мы с вами не положим. То есть все должно быть поменьше. Вот такую вот тоже длинную не положим, потому что мешается пластик. Так, на чем нам с вами проверить-то, господи, девчонки? Что под рукой, на то мы проверим сейчас. Но это маловато. Хочется побольше. Ну вот нарезочки, я знаю, многие так хранят. То есть так прижали. Да, большой объем, слушайте, не положишь. Что-то такое вот тоненькое. Что-то тоненькое. Сильно много сюда не положишь. Она кажется большой вместительной, но нет. Это обман. Это иллюзия. Не вместительная. Ну ладно. Так, поехали дальше. Убираем лишнее. Что заказала еще? Еще из бытовой химии. Заказала вот такое концентрированное моющее средство. Я его тоже обожаю. С ним я уже мою полы. Здесь аромат цветущей липы, от которого я просто кайфую, девчонки. Просто. 302.17. Когда с ним полы помоешь, аромата, к сожалению, в комнате нет. Но когда моешь, он еще чувствуется. Боже, это такой аромат. Как раз сейчас цветет уже, цветает липа. И это такой аромат нереальный. Я прям вот не знаю. Какой-то светлый зелененький, что ли. Да, вот такой. Гель достаточно густой. И это божественный аромат. Больше, чтобы нюхать, наверное. Беру нежели мыть полы. Но полы, кстати, без разводов. И дольше остаются чистым. Еще одну органу девчонки достала. Я две, оказывается, заказала. Молодец, какая запасливая женщина. Средство для туалета взяла. Гель очищающий. Какой был в распродаже такой взяла. Потому что, по мне, они работают все три одинаково. 302.93 артикула. Здесь вот этого именно запахи можно. Хотя здесь у нас цитрусовый микс. Но тут прям живая химия бьет в нос. Поэтому аккуратненько я заливаю унитаз, закрываю его, прихожу, смываю. И он у меня идеально чистый. Как бы вообще супер. Средства работают отлично. И даже как-то этим средством чистила на старой квартире швы между плитками. Взяла гель для профилактики засоров. Устранения засоров. Сегодня как раз доиспользовала предыдущий. Мне он очень нравится. Действительно, если не запускать, то он работает прекрасно. Но как не запускать? Есть небольшой засор. Удаляют элементарно, удаляют легко. Артикул 302-44. Расход у него здесь, правда, большой. Вот этой бутылки на 3,5 раза. То есть, чтобы как следует. Но в ванной залили. Можно в раковине залили на кухне. В раковине в ванной. Все как следует почистили. Прочищается надолго. Нареканий нет. Поэтому, конечно, беру. Здесь тоже есть такая безопасная крышка от деток. Мне важно, потому что у меня вся эта бытовая химия стоит под раковиной. Кристюша уже туда залезает. Поэтому вот эта тема для меня сейчас очень актуальна. Так, дальше, девочки. Что у нас с вами дальше? Жила пятновыводитель и отбеливатель. Отбеливатель я не брала уже лет 100. Но у меня сейчас такая казнь случилась. В следующем видео влог будет. Мы будем с вами отстирывать. Вещи, которые не отстирывает ничего. Литр жидкого отбеливателя вылила. И все равно не отстирывает. Белая одежда. В пятнах от еды. Детская и взрослая. Я свою белую футболку хандукала в походе на отдыхе. Вот. И поэтому... Да, мне это было надо. Я хочу потестировать. Хочу потестировать. Развести горячей водой. Все это дело и постирать. Так, отбеливатель. По прекрасной цене с пятновыводителем были вообще дешевле 300 рублей. Артикул 328. Я уже даже не помню, как он выглядит. Ну, как обычные все средства фиберлик. Гранулированный. Не пойму, с какой отдушкой. Такое ощущение, что с какой-то лаймовой отдушкой. Безопречная белизна. Попробуем. Так, и пятновыводитель. Я хочу и то, и то при стирке добавить, потому что у меня даже сармани выводят эти пятна вместе с полбутылкой жидкого пятновыводителя фиберлик. Артикул 327. И мне нравится вот после карандаша, как работает именно этот пятновыводитель. Все остальные для меня ни о чем. Пустышка. Он уже у нас с ложечкой идет. Вот в отбеливателе ложки не было. И здесь вот такие вот голубые гранулки еще есть. А у них отдушка похожая. Не удивлюсь, если тут одно и то же, но здесь еще голубые гранулки. Так, поехали дальше. Дальше набрала, девчонки, туалетной бумаги, потому что все оценили. Всем понравилось. Сколько? Четыре всего. Много не стало брать. Хватает надолго. Я взяла именно детскую, чтобы подходило всем. Для меня это очень актуально. Мы пока еще не ходим на горшок, но скоро будем. И вот эта вещь вообще как бы здорово. Здесь 40 листов. Они классно пропитаны. Они изумительно. Их можно смывать, что самое главное. Да, не просто влажные какие-то салфетки. Это действительно бумага, которую можно смывать. Фаберлик рекомендует полотную салфетку. Я смываю две. Потому что мне вот, ну, честно говоря, мне надо две. Да? И чтобы прям кристальная чистота была, да? Я смываю две, и ничего в этом страшного нет. Артикул 304-01. Они великолепные, девчонки. Она, туалетная бумага, она просто шикарная. И по смешной цене, поэтому, естественно, взяла. Взяла два порошка. Всего лишь два, девчонки. Не десять. Я знаю тех, кто брал по 50. Потому что 300 рублей, как бы. А есть девочки, у которых дети аллергики. И у которых в семье есть асматики, атопики и так далее. Они никаким другим порошком не могут стирать, кроме фаберлика. Здесь, как бы, такая безвыходная ситуация. Конечно, будешь брать по такой хорошей цене, естественно. У нас, слава богу, таких проблем в семье нет. Я могу стирать чем угодно. Но по такой цене вот взяла парочку, запаслась. 323 артикул. Это горная свежесть, а это альпийский луга. Я больше всего люблю именно эти два порошка. Так, альпийский луга у нас в артикуле 322. Здесь 800 грамм. Приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Подходит аллергикам, асматикам. Он такой же гранулированный, как пятновыводитель и отбеливатель. Он не пылит. Он полностью выполаскивается из белья. Поэтому, конечно, это в своем роде очень уникальный порошок, который в то же время еще и отстирывает. Который отстирывает хорошо. Одно дело, безопасно. Сейчас, в принципе, много с безопасным составом можно порошков найти. Но чтобы он еще и отстирывал, я знаю пока только такой один. Это Коберлик. Поехали дальше. Дальше у нас есть интересники. Нет, еще середок закончен, потом уже интересники продукты. Так, еще одна цветная бумага. Я, кажется, пять взяла. Одну вот такую почему-то взрослую взяла. Ну да ладно. Так, 304-0-0. Взяла два мыла. Вот такие мыла для кухни, устраняющие запахи. Пять в одном. Взяла те ароматы, которые мне нравятся больше всего. Первый – это зеленый чай. Очень классный аромат. Давно не брала это мыло. 302-12. Она у меня раньше сушила руки, но сейчас почему-то они у меня сохнуть перестали. Видимо, это какие-то были внутренние процессы. Действительно, запахи убирает от чеснока, от рыбы. Это как бы проверено уже не раз. И ни один уход испытано. Классный, легенький аромат зеленого чая. Такой прям непритерный и не сильно свежий. Ну, обычненький. Хороший, ненавязчивый. Поэтому да. И второе – это у нас с вами экзотические фрукты в артикуле 302-15. Тоже такой достаточно ненавязчивый аромат. Оно такое, знаете, полукремовое мыло. Видите? Чтобы ему капнуть, оно такое тянется. Ой, класс. Вообще экзотические фрукты – это вообще тоже супер. Поэтому да, такое мыло должно быть. У меня мыло уже давно. Я все покупаю в бьюти-кафе, переливаю в старые флакончики. Но флакончики уже тоже надо обновить. Так, а дальше у нас с вами интересненькое. Интересненькое, что по распродаже по срокам годности. Была очень крутая у нас на центральном складе. Я взяла все, что было. Еще карандаш взяла. Пятновыводитель. Запас у меня один есть. Взяла еще один. Он убирает любые абсолютно пятна. Я убрала им пятно десятилетней давности на кофте, которую очень любила, таскала по дому. Но там было пятно, и реально ему было 10 лет. Убрал. Нужно быть аккуратнее с деликатными тканями, потому что может съесть краску. А так я и на цветных вещах с ним работаю, и все великолепно. 301,52. Вот это у меня тяжелая артиллерия. Если пятновыводитель отбеливатель не отстирают, те мои пятна будут работать карандашом. Так, все. Теперь распродажи по срокам годности. Три продукта там было. Что-то рублей 30-40. Я вам сейчас в конце покажу чек, потому что некоторых интересует цену. Но цену я вам, простите, каждую цену называть не буду. Подписывать тоже, это очень долго и трудоемко. Очищающее масло после депиляции. Я делаю депиляцию, но не восковую, а депилятором. Но решила, что масло мне это пригодится. Для массажа. Почему бы нет, да? Очищающее масло, орхидеи, масло муру-муру. Артикул 2576. Дата изготовления, кому интересно. До августа, по-моему, по срокам годности. Очень приятно маслица пахнет. Поэтому вот мы с Ксюшей каждый вечер практически делаем друг другу массаж. С каталкой, кстати, вот этой Фаберлик. И с другими различными массажерами. Вот прекрасно. У него, правда, способ применения какой. Распределить по коже. Помассировать. Уберите спонжем или салфетками остатки масла. Попробуем не убирать. Если придется убирать, то тогда буду использовать его как масло для душа. Очищающее все. Следующий продукт это маска рису. Когда они вышли, я так и не добралась до этой маски. Когда они только появились в Фаберлик. А вулканический пепел это детокс. Маска глиняная для кожи головы. Этикетка отклеилась. В артикуле. В каком артикуле? Тут почему-то этикетка артикуля. А вот 7730, девчонки, артикул. Маска у нас интересная на самом деле. Наносим на влажные волосы. Ну и на кожу головы, я думаю. Затем тщательно, на 5 минут, затем тщательно смойте до полного удаления продукта. Маска интересная вообще на самом деле. Что она обещает? Тут не написано на баночке. Но я надеюсь, что это будет хорошее, качественное очищение. Маска пришла зафольгированная, что очень хорошо. Поддеть. Поддеть, открыть. Практически нереально. Кто пробовал, девчонки, эту маску напишите. Вот она какая. Она действительно такая, как будто прям глиняная. Вообще не скатывающаяся. Ой, аромат очень приятный. Каких-то цветочков с какой-то кислинкой, какого-то компотика фруктово-цветочного. Приятный аромат. Объем здесь небольшой, 150 мл. Все очень густая. Будем пробовать вместе с вами в волгогах. Так. Вот эту серию я фаберлик вообще не пробовала, потому что я про нее слышала больше негативных отзывов, нежели положительных. Но за 30 рублей грех не взять. Это омолаживающий крем для века, эластичность. Эту линейку вообще выводят из ассортимента, насколько я поняла. 29,89 у нее артикул. Вот у нее ее либо кто-то любит, эту серию, либо ненавидит лютой ненавистью. Вторая ступень эластичность. Будем пробовать с вами крем для век. Здесь огромнейший объем. Просто огромнейший. Смотрите, какой он красивый. Он такой перламутровый, интересный ли это флакончик. Мне и век не использовать. Я вообще крема для век не очень люблю. Я пользуюсь одним кремом на все лицо. Но за такие деньги можно на все лицо и вот этот помазать. А, нет, это такой флакончик красивый. Крем не перламутровый. Он такой вот белесый. С приятной, еле уловимой одушкой. На коже он тает, видите, превращаясь в такую водичку. Он впитывается не моментально. Сейчас вообще крему впитаться тяжело. У нас влажность, тикает жара, пока завтра только похолодание. Он так вроде впитался. Липкости никакой. Кожа очень увлажненная. Пока нравится на руке. Будем пробовать вместе с вами на глазках. Так, все, мои красотки. Сейчас я вам покажу цены. Кому интересно, вот, пожалуйста, смотрите. Ну, это распродажные были цены. Распродажа уже кончилась. Я своих консультантов всех оповестила, кто у меня в чате, кто захотел. Заказики сделал. Надеюсь, и вас, ваши наставники, тоже оповещают. Вот такой вот заказик. Все самое нужное. Ничего лишнего. Все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Кому обзор был интересен и полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Пока еще компания Фаберлик новичкам дарит 500 рублей. Это на самом деле очень круто. Их можно потратить на то, что вам действительно нужно и всегда пригодится. На ту же бытовую химию. Ей пользуются абсолютно все. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.